Привет, девчонки и мальчишки, а также их детишки! Начинаем воскресно-развлекательно-познавательный скетчинг персонажей, забавных персонажей, кукляши. И сегодня мы нарисуем вот такого вот персонажа при помощи стандартных кистей в Procreate. Я использую холст во весь экран и горизонтально, так мне удобно. Здесь я буду посередине изображать моего персонажа и сначала буду использовать стандартную кисть Procreate. Это у меня называется скетчинг 6B карандашик. Сначала нужно закомпоновать нашего героя. Я буду это делать при помощи боди-модуля. А боди-модуль это такой формы примитив, который больше похож на либо медиатор для игры на гитаре, если знаете, такая вот косточка, я ее еще называю. Ну, либо просто яйцо, у которого очень острая часть снизу, который будет отвечать за подбородок. И вот этот боди-модуль, собственно, вот этот эллипс, такая вот сфера, она имеет какой-то ракурс. Я буду использовать три четверти, ну, так условно называемый полуоборота. И то, что я сейчас делаю, это линия симметрии, которая позволяет понять, где у меня будет слева и справа располагаться симметричные элементы, ну, то есть глаза, нос, рот. Относительно этой линии будет просто мне все построить. Ну, и теперь я должен сначала по порциям накидать. Ну, например, где-то посередине у меня будут располагаться глазки. И, в общем, я вот задаю вот это перекрестие, которое будет являться у меня центром всей вот этой композиции. Ну, и глазки по кукляшистому сделаю достаточно большими, не очень близко расположенными друг к другу. И, в общем, можно тут увеличивать глаза до безобразия, пока это совсем не превратится в какого-то откровенного кукляша. Ну, я вот нахожу какую-то такую пропорцию. Это, собственно, овалы, в которых будут врисованы глаза. У глаз может быть раскосость, то есть они могут быть слегка под наклоном, то есть вот так вот, например, они могут находиться. Тогда получается, что у нас верхнее веко будет вот так прикрывать глаз и получится такой слишком раскосый. Ну, я сделаю что-то среднее и у меня будет практически по горизонтали. Вот, собственно, вот таким вот образом находиться верхнее веко вот по такой траектории. И, собственно, верхняя часть века, это как раз, вернее, у верхнего века есть верхняя часть и нижняя. Вот нижняя часть вместе с ресницами как раз дает такую контрастную линию, которую вот мы изобразили. А верхняя часть, она упирается в надбровную дугу, здесь вот такой вот объем, по которому сверху проходит бровь, и эта бровь может быть, например, так вздернута вверх, а другую, например, можно ее чуть-чуть более спокойно расположить. Вот такой вот будет у нас взгляд, соответственно, немножко такой уже мимически окрашенный. Ну, и из-под этого все уже можно представить себе, какого будет размера радужка и зрачок. Ну, в моем случае это будет взгляд в мою сторону только чуть-чуть правее. И я думаю, что вот такого размера будет радужка и зрачок у меня. В общем, если это будут карие глаза, то зрачка мы практически не увидим. И потом размер уже подкорректируем. То есть, это будет темный зрачок на темные радужки, если это будут карие глаза. Ну, собственно, вот эти элементы все тоже должны быть на направляющей, которая у нас симметрична той, которой мы задали. И чтобы у нас все было более-менее ровно, мы стараемся делать все сначала симметрично и по вот этим направляющим, а потом уже автоматически какой-то беспорядок творческий уже сам по себе образуется. Теперь мы должны накидать по пропорциям, ну, например, нос. Он будет у нас небольшой по кукляшистому и небольшой рот, который у нас тоже находится во всей композиции так, чтобы не очень быть большим. Это для кукляшей это важно. То есть, должны быть большие глаза, маленький нос и маленький рот. Если будет большой рот, то тогда это уже нарушится, вот эта вот традиционная кукляшистая пропорция. Ну, собственно, у рта есть средняя линия, которая у нас тут задается вот этим наклоном. Причем мы можем, например, чуть-чуть вперед выдвигать верхнюю губу, нижнюю чуть-чуть назад, и тогда это будет, ну, вот под таким наклоном все происходить. То есть, будет как бы немножко вперед верхняя губа нависать над нижней. Ну, и, собственно, обычно у кукляшей характерное выражение, это такое немножко капризное. Поэтому нужно опустить уголки рта чуть-чуть вниз. И, в общем, при этом сами уголки могут чуть-чуть подниматься вверх, тогда будет добродушное выражение лица. То есть, это будет капризное слегка, но при этом добродушно капризное. Вот такая вот тонкая, хитрая настройка. Ну, и если, например, мы хотим задать губки такой вот конфигурации, что они закрыты, то это и будет как раз промежуток между верхней и нижней губой. Ну, а если мы хотим чуть-чуть приоткрыть рот, то тогда у нас нижняя губа будет иметь верхнюю часть, слегка опущенную вниз. И тут образуется как раз пространство, где будут видны зубки. Ну, а по бокам будет слегка такое затемнение, потому что там, ну, как бы два зуба передних видно, а остальные, они немножко поменьше и просто пропадают в этом месте. И здесь происходит такое вот затемнение. Ну, и, собственно, при этом нижняя губа еще чуть-чуть опускается вниз, как бы оголяя часть рта. И вот такая вот конфигурация у губы получается у верхней и у нижней. Ну, этого вполне достаточно для того, чтобы нам представлять, где у нас будет подбородок. И примерно здесь у нас будет как раз край подбородка. Дальше это все уходит в челюсть. Я думаю, что здесь все должно быть достаточно все такое элегантное, тоненькое, потому что кукляш, он должен быть такой унифицированно кукольный. Ну, и, соответственно, по этой части тут у нас уже задается место по щеке, которое уходит в подбородок. Это практически как вот у нас задано вот это пространство, так оно и таким у нас и остается. То есть, это все как бы овалом перетекает одна форма в другую. Здесь переходит все в височную часть и дальше уйдет под волос. Ну, вот как раз мы сейчас волос-то и зададим. Значит, вначале мы зададим шею. Она у нас должна быть по кукляшистому совершенно такая тоненькая и абсолютно не по-человечески, в нечеловеческих пропорциях. Ну, и, собственно, вот это будет середина, средняя линия по шее. А, соответственно, здесь у нас уже будет все остальное тельце. И я думаю, что мы изобразим немножко платьица вот по такой вот траектории. Здесь будет проходить по рукавам. Здесь будет ворот находиться. И, собственно, вот так вот по средней линии это все уходит вниз. Дальше там мы уже не будем дорисовывать, это все уйдет на нет. А сверху нам нужно накидать основные массы волос. В общем, рост волос происходит примерно вот по такой вот траектории. Где-то вот здесь начинают расти волосы. Ну, если это они, например, не сильные, такой открытый лоб. Ну, а достаточно такое низкое начало роста волос. Но в любом случае вот здесь будет у нас где-то проборчик. Я хочу сделать не как у модели волосы, а по-своему. И вот здесь у меня будет пробор. И с одной стороны волосы будут убраны в височной части аккуратно за ухо. Которые появятся где-то вот в этом месте. И, собственно, не очень большого размера. Я думаю, что оно чуть-чуть может выступать. Ну, вот такое вот аккуратненькое ушко. Ну, в данном случае это все попорционально должно быть относительно всего объема. Это, в общем, и глаза, и уши, и нос, и рот, и шея. Это все именно такая вот кукляшистая тема. Но, в общем, если представить себе куклу, то уже как-то становится проще. То есть, это не настоящий человек. Это такой образ. Ну, и, соответственно, волос тут по виску. Здесь получается чуть-чуть с таким вот наплывом. Здесь вот они хорошо так аккуратно убраны назад. Но у нас будет еще ленточка. Мы же хотим сделать ленточку с бантиком. Поэтому здесь еще будет пространство для этого, собственно, для этой ленточки. И где-то вот здесь еще будет вот этот объем ленточки пройдет. Ну, и, собственно, она у нас пройдет до вот этого места. Где-то вот столько вот мы оставляем для ленточки. Ну, чтобы там декор какой-то показывать на этой ленточке. И вот в этом месте уже с той стороны, с обратной от пробора, который у нас вот здесь вот так вот задан вот этим наклоном, здесь будет бантик. И этот бантик, опять же, относительно всего этого объема мы делаем, ну, допустим, где-то будет вот здесь центр. И вот, ну, скажем, вот такой он будет пухленький у меня. Такой достаточно надутый. И, ну, это как бы такая мягкая ткань. Я пока ее просто накидываю таким большим предварительным объемом. И внутри там я задекорирую при помощи фактурной кисточки. Сделаю выразительно вот среди этих складок какой-то рисунок. Ну, собственно, вот здесь будет бантик сам. И, соответственно, вот это вот все занимает ленточка. А вот эта часть, это волосы, которые могут мною быть добавлены. Например, вот чуть-чуть вот сюда вот побольше объема. Чтобы здесь уже появилась такая вот как бы зализанная челочка. И вот она упирается вот в этот пробор. Так что здесь, с этой стороны, у нас будет такая аккуратненькая челочка. И там пара блечков мы сделаем. Будет выразительно. Ну, и чтобы было совсем выразительно, надо сзади еще задать объему волос по затылку. Как будто там есть какой-то объем. И вот он так вот уходит в затылочную часть. И плюс еще я хочу сделать так, чтобы снизу эти волосы немножко так вот появлялись. Вот как бы свисали сверху. Как с правой стороны по кадру, так и с левой. И, в общем, здесь появится такие вот парочка завитков, может быть, характерных. Собственно, вот и все. Вот наш такой герой. В общем, она у меня абсолютно европейского типа. Я не стараюсь делать похожим на героиню. Но самое важное то, что я хочу сделать в этом образе, кроме бантика, это еще очки, собственно, то, что мне нравится на референсе. И поэтому здесь, так как я буду экспериментировать, я сделаю отдельный слой. И на отдельном слое прикину пока именно вот этот ракурс очков. Напереносится в этой точке будет место, где будут соединяться две половинки. И уходит в одну сторону и в другую. Вот примерно таким вот разлетом верхние части очков. И, собственно, теперь надо прикинуть, как будут выглядеть нижние части. Ну, а нижние части, я думаю, что это достаточно большие получается. Чуть-чуть поуже сделаю левую часть по кадру. И, в общем, примерно вот такого размера. Мы это же, конечно же, можем довести всегда до совершенства. Но первые впечатления от, собственно, формы очков мы задаем именно на этом скетче, который вот вначале у нас и карандашом и делается. Это проще каким-то образом дорабатывать. Например, по пропорциям чуть-чуть так вот уменьшать, подвигать, чуть-чуть наклонять. Вот сейчас, например, они завалились против часовой стрелки, против часовой стрелки. Поэтому немножко разверну как раз наоборот по часовой стрелке, чтобы они поровнее торчали. Ну, и вот здесь вот чуть-чуть мы доработаем, сделаем именно компенсацию на то, что поворачиваются они по форме головы. Потому что, если посмотреть на очки сверху, то они вот такой вот формы. Это вот переносится, а это вот дужки. И, собственно, вот здесь вот есть такой вот наклон. Ну, этот наклон нам и нужно задать именно вот по вот этой вот линии в перспективе. Ну, в общем, примерно как-то так. Здесь у нас будет наплыв пластмассы, чуть-чуть такой небольшой. И дальше это все уходит к уху. То есть, здесь у нас будет душка. Душка, она у нас будет вот по такому направлению. Ну, если все, в общем-то, в нашем ракурсе сделано верно, то получится как будто бы вид немножко снизу. И поэтому мы видим как с одной стороны, так и с другой стороны дужки немножко в ракурсе. Ну, и, собственно, это тоже все можно корректировать и можно, например, поджать еще даже пониже, сделать дужки. Сейчас я еще чуть-чуть подожму. Здесь вот будет край наших очков и вот чуть-чуть вниз будет душка уходить. То есть, вот чуть-чуть снизу как будто мы видим. Ну, и с той стороны тоже самое симметрично будет. Вот этот край очков, он такой достаточно острый и с таким вот утолщением. В принципе, теперь смотрим, чтобы это было более-менее симметрично. И по серединке здесь вот как раз место, которое вот на носу держится, в общем-то, напереносится. Вот оно здесь такое имеет утолщение. Ну, и сквозь очки хорошо будут видны глаза. По симметрии все вот это вот располагается на такой вот направляющей, которая параллельна именно вот самой основной нашей линии симметрии. Ну, и все. В общем, на эскизе все элементы заданы. Здесь мы можем сделать украшение в виде какой-то клипсочки. Ну, а так как это какая-то стилизация таких 50-х, 60-х годов, то, скорее всего, какой-то а-ля типа пластик или жемчуг. А вообще, в принципе, на референсе есть бусы, которые мы точно так же тут можем и изобразить, и пустить тоже украшение в виде бус. Как раз вполне будет завершать всю нашу композицию. Теперь немножко все это дело... Во-первых, мы можем уже теперь объединить два этих слоя и немножко закомпоновать комфортно, чтобы у нас было посередине листа, и чтобы ничего не мешало, если нужно увеличить или уменьшить. Ну, я думаю, что у меня вполне нормально вот такого размера. Все выглядит естественно. И главное это делать в самом начале, а не потом уже, когда начнем наполнять все это цветом, чтобы просто вот эта предварительная работа была закончена. И теперь переходим к следующей, собственно, работе с цветом. И будем работать на нескольких слоях. Ну, то есть, мы сделаем много слоев. И первое дело, которое нам предстоит, это убрать вот этот эскиз, немножко прикрыть его по прозрачности, чтобы он нам не сильно мешал и в то же время был виден, чтобы мы могли на его основе, например, задать овал лица, шеи, волос и все основные большие объемы. Мы будем работать от больших крупных объемов к более мелким, то есть, от общего к частному. И теперь вот этот слой мы, собственно, оставляем на белом фоне, а под этим слоем делаем еще один слой, на котором как раз изобразим овал лица. Для этого нам понадобится кисточка, которая у меня называется Painting. И, в общем, она такая стандартная кисточка. Это вот Round Brush, то есть, круглая кисть. Но можно использовать Air Brush, то есть, аэрограф, который, в общем, имеет настройку жесткая кисть, вот этот Hard Brush. Это тоже, в принципе, такой же вариант, но он даже может быть помягче. В принципе, любая широкая кисть с округленными краями. И теперь варьируем размер, комфортный, для того, чтобы просто здесь все можно было закрасить телесным цветом. А телесный цвет, это у каждого свой. Ну, я подберу какой-то свой телесный, чтобы он у меня был, ну, какого-то условно в этом спектре больше похож на средний телесный цвет. То есть, это на самом деле может быть у каждого свой. Вы можете какой-то создать цвет из своей палитры и все время его использовать. Его нужно просто подбирать и смотреть. Вот если, например, вот такой активный нравится основной цвет, то так и оставляю. Я, например, сделаю чуть-чуть пожелтее и чуть-чуть посветлее. То есть, вот это вот будет у меня основной цвет кожи. И, собственно, им я и сделаю вот этот абрис, овал лица, так, чтобы как раз контур, как я его нарисую, таким он у меня останется. То есть, это немножко такая декоративная, почти векторная работа, но только в битмапе, ну, то есть, уже в растровом изображении. То есть, это всё по контуру у меня задаётся именно основываясь на мой эскиз. Но при помощи вот этой кисти мягкой я как бы абрис лица задаю более-менее такой чёткий. И его нужно доводить именно вот на этом этапе. Причём, варьируя размер кисти, можно легко это всё дело доводить до совершенства. Я, например, сделаю это всё вместе с ухом. То есть, ухо у меня будет здесь точно так же выпирать. Оно будет принадлежать лицевой части. Потом я её доработаю. Ну и, собственно, верхняя часть, которая уходит под волосы, я её сделаю таким образом, чтобы она уходила на нет. Чтобы было понятно, что этот слой перекрывается верхним. И поэтому здесь я так делаю мягкий градиент. Просто, чтобы было понятно, что сверху будут волосы. Так выглядит симпатично. Ну и теперь я отключаю слой с эскизом и смотрю, ровно ли у меня вот этот край. Он меня вполне устраивает. Всё здорово. Вот такой абрис лица нашей куклы, куколки нашего куклюша. И остаётся. Обратно включаю эскиз. И теперь создаю новый слой, который будет отвечать у меня за шею. Я его перемещаю вниз, туда под лицевую часть. И вот здесь как раз задаю именно такую же форму шеи. Ту, которая у меня уже и останется именно по этой форме. И больше я её корректировать уже не буду. Вместе с воротниковой зоной. То есть, вот эта часть, где воротник, я точно так же сейчас доработаю. Используя и кисточку, и ластик. То есть, я подтираю с внешней стороны, чтобы сделать здесь более чёткий вот этот разрез на шее. Ну и, собственно, точно так же, после того, как я всё это нарисую, я посмотрю, как это выглядит, отключив основной слой с эскизом. Вот примерно так это выглядит. Я могу уже докорректировать какие-то элементы. Здесь чуть-чуть всё это дело под файтюнить. Потому что дальше я к этому уже возвращаться не буду. Я буду наполнять это всё тоном и текстурами. А вот эта часть у меня такая и останется. В принципе, это совершенно несложно. И в то же время, даже может быть как-то приятная такая вот часть работы. Обратно включаю эскиз. Смотрю, что у меня из крупных объёмов. Это, например, руки по бокам, видные плечи. И, например, вот это платье, которое я сделаю условно светлым каким-то, белым, например. Поэтому мне нужно создать отдельный слой. Ну, пусть он будет, например, также находиться у меня под шеей. И вот здесь я покажу вот эти вот места по плечам. И сделаю их уходящими на нет. Ну, то есть, я их нарисую сначала, а потом излишки снизу я сотру. То есть, с одной стороны и с другой стороны. И, собственно, вот эти вот верхние части у меня будут чётко по контуру, по верхнему. А дальше всё это ластиком мягеньким. Я вот так снизу вверх всё это дело приберу, чтобы это просто уходило на нет. В конце концов, это потом можно ещё раз стереть. А вот уже поверх этих рук создам ещё один слой следующий. И там уже сделаю, ну, таким серым. Не откровенно белым, но серым. Ну, прокрашу как раз платьица. То есть, это будет, в общем, у меня платьица, такое с открытыми рукавами, которая упирается в верхнюю часть, там, где у нас уже нарисован ворот. И, собственно, так же вот под файтюню. Сейчас уберу это всё с запасом вниз и ластиком подотру. То есть, ластиком я сделаю плавный переход снизу вверх, чтобы это всё так же на нет уходило. Это всё так достаточно по-маркерному, художественно. Отключаю основной эскиз и вижу, что да, всё у меня легло нормально. Здесь вот даже немножко можно рук тоже так чуть-чуть подобрать, чтобы это всё быстрее уходило на нет. Пусть пока остаётся так. Включаем обратно наш эскиз. И смотрим следующее то, что у нас по большим объёмам. Это волосы. Соответственно, над лицевой частью делаем ещё один слой. И при помощи, допустим, ну это будет чёрная абсолютно краска у меня, я делаю вот абрис чёлки и слева, и справа по кадру симметрично. Именно ориентируясь на верхнюю часть сначала. То есть, я сейчас сделаю верхний абрис вот этой чёлки. Ну и нижний я ластиком потом подправлю. То есть, вот это вот идёт уже у меня нижняя часть. И, собственно, тут я уже могу вертеть, крутить, потому что у меня тут, в общем-то, ничего не мешает. В общем-то, я всё по эскизу вижу, где мне чего прокрашивать. И вот чёлка по внешней и по верхней, и по нижней части вот я так вот, собственно, задаю. Здесь чуть-чуть пожёстче. Ну, собственно, это упирается всё в пробор, который я потом дофайтюню. И здесь вот этот пробор, после которого идёт правая по кадру часть. Ну, сейчас непонятно с какой стороны, но, тем не менее, у нас на эскизе это всё задано. И точно так же добиваюсь чёткого абриса по нижнему краю. А вот то, что на ухе, я сейчас ластиком-то и подправлю. То есть, у меня будет здесь по уху чётко, прямо так резко останавливаться. Вот так вот у меня получается с этой стороны. И то же самое здесь уходит на нет, перекрывая лицевую часть. Ну, а сверху, вот здесь у нас будет бантик, который будет виднеться чуть-чуть. И, в общем, здесь будет ленточка, которую мы сейчас также и нарисуем. Вот эту ленточку. И она у нас ляжет под чёлкой. То есть, создаём отдельный слой под чёлкой. Ну, вот под этой частью волос. И понятно, что у нас уже будет какой-то достаточно такой активный цвет. Я думаю, что будет красный. Я делаю что-то такое достаточно тёмное, тёмно-красное здесь в виде ленточки. И прокрываю так же, чтобы это всё у меня уходило на нет. С нижней части это перекрывается чёлкой. Поэтому у меня вообще, в принципе, условно всё достаточно получается автоматически. Здесь перекрывается и не видно. А верхнюю часть я прокрываю, как раз ориентируясь на эскиз. И излишки, если нужно, потом ластиком подправляю. То есть, вот такой вот абрис получается чёлки. И смотрю потом издалека уже, чтобы этот был достаточно ровный край. Вот он у меня ровный. И излишки убираю также, собственно, по уху. Ну и здесь вот будет у нас бантик, который будет лежать на этой чёлке. Вернее, под этой чёлкой. То есть, он, скорее всего, не будет её перекрывать. Он будет сзади. Но он будет лежать поверх этой ленточки. Поэтому создаю новый слой сверху ленточки. И как раз вот этот бантик основной точно этим же цветом. То есть, побольше кисточку беру. И тут прокрою основной абрис вот этого бантика, который задан мною на эскизе. Ну, то есть, примерно как-то вот так он будет выглядеть. Здесь будут части этого бантика. Они у нас по внешнему краю будут выглядеть примерно вот так. И всё. Это внешний край бантика. А остальное всё мы нарисуем уже там внутри. Ну, собственно, теперь видно, что у ленточки здесь нужно чуть-чуть увеличить. То есть, вот здесь вот будет как-то проседать. Хотя, может быть, и нормально. Но в любом случае нужно подправить вот эту линию ленточки так, чтобы это всё выглядело и симметрично, и элегантно. Чтобы вот здесь вот по движению было всё так чётенько. Я думаю, что вот так вот я её подрежу. И будет выглядеть вот сюда с таким вот наплывом в бок. Здесь будет бантик. А здесь у нас будет остальная часть на затылке, которую мы зададим, соответственно, снизу. То есть, это можно даже под лицевую часть вот сюда вот, туда вот дальше загнать. Ну, чтобы, например, не перекрывалось это дело, не перекрывало ухо. То есть, ухо должно сверху оказаться. Ну, и, в общем, также чёрным цветом на этом новом слое мы задаём вот этот абрес по затылочной части. И, в общем, здесь вот добиваемся такого размера, который нам нравится по нашему образу. Мне кажется, что вполне окей. Но было бы это всё не таким элегантным, если бы здесь не появилась вот эта вот часть волос, которая уходит вниз. И как раз на этом же слое, который находится у нас под лицевой частью, и мы ещё должны его ниже опустить под шею, чтобы эта часть у нас спряталась и перекрывалась шеей. И вот здесь уже сделаем вот этот завиток, который мы сейчас прорисуем. Сначала вот верхнюю часть, теперь ластиком подрезаем нижнюю часть, довершаем, как бы заостряем. Ну, и доработаем дальше здесь вот этот завиток с нижней части и чуть-чуть продлим вверх вот сюда. И потом это всё дорисуем уже другой кистью. Сделаем это уже с файтюнингом, так же, как и все остальные элементы. Пока просто это основная большая часть, общая такая часть. Видно, что вот здесь вот на шее нужно чуть-чуть подкорректировать, поэтому отключаю эскиз, иду к шее и немножко её здесь подрезаю, чтобы здесь вот было помягче, не вылезало. Всё, отлично. Выглядит по-кукляшестому вполне. Включаем обратный эскиз и теперь накидываем основные части на лице. На самом деле нам нужно сначала задать разрез глаз, то есть нарисовать белки. То есть мы поверх лицевой части создаём ещё один слой. И при помощи кисточки, не белым, а таким слегка серым, мы здесь создаём вот такие вот, ну, просто овалы, которые будут прикрываться верхним и нижним веком. Вот они, собственно, мной сейчас заданы. И теперь поверх слой следующий, который мы будем использовать для того, чтобы нарисовать верхнее и нижнее века. Но как минимум для этого нам нужно взять каллиграфическое перо, самое последнее в списке. Оно нам позволяет сделать, ну, так изящно нарисовать вот эту линию по росту ресниц. И вот от центральной части проводим вот эту линию и добиваемся, ну, той самой выразительности, которую мы хотим, по выражению, ну, то есть она немножко прикрывает глаз. И так как здесь объём ресниц есть, поэтому мы, в общем-то, дорисовываем здесь вот этот объём, собственно, используя вот эту кисточку, которая даёт возможность достаточно тонко и мягко рисовать вот эти все объёмы. Ну, в общем, по сути дела, это просто такие ресницы, которые соединяются в один единый большой объём. Вот с одной стороны здесь ещё будет прикрываться очками, поэтому мы с запасом всё это делаем. И немножко снизу точно так же чуть-чуть прибавляем по нижнему краю и делаем здесь тоже такой вот объём. В принципе, надо стараться, чтобы это было не таким прям вот очень толстым, потому что это будет такой очень совсем сильно накрашенный вариант. Просто так подведено и тоненько уходит на нет, собственно, вот эта вот нижняя часть. Ну, и то же самое мы добьёмся с левой стороны по кадру, то есть чтобы здесь был вот этот выход на левую часть по ресницам. И, собственно, сами ресницы будут у нас торчать, как бы выпирая из этого объёма, здесь вот перекрываясь сверху очками. То есть самая толстая часть будет с левой стороны. И дальше всё это уходит по глазу к центральной части, где слезнячок. Ну, и здесь всё заканчивается. И, собственно, вот левый глаз у нас так активно получается накрашен уже. Немножко подправляю ресницу. И теперь добавляю симметричности точно так же по нижнему краю, по нижнему веку. Здесь вот чуть-чуть, тоже не сильно, вот такой вот объёмчик. Собственно, здесь у нас будут такие небольшие реснички. И чтобы это всё было по-иллюстративному достаточно тонко, мы просто добиваемся аккуратности вот этого всего соединения глаза с нижней частью. Немножко дорабатываем это ластиком. И, в принципе, как говорится, и так сойдёт. Ну, в общем, практически всё с обводкой глаз, с такой самой контрастной. У нас всё готово. Теперь белки нужно чуть-чуть подрезать, чтобы они не торчали здесь в тех местах, где они не должны быть видны. То есть вот здесь не должно быть видно. Вот здесь тоже мы подрезаем. Ну, собственно, здесь даже немножко надо подправить. И чуть-чуть подвину вот это место. Всё отлично. Теперь, короче говоря, у нас у глаз нужно задать объём вокруг глаз. А потом задать радужки, зрачки и перейти к носу и губам. Значит, вокруг глаз будет затемнение. Но прежде всего нам нужно всё лицо сделать объёмным, чтобы понимать, насколько у нас будет затемнение. Насколько мы будем этого мейкапа тут много класть. Собственно, мы встаём на лицевую часть. Блокируем здесь альфа. То есть блокируем альфа-канал, чтобы рисовать именно посерединке этого изображения. Чтобы не вылезало всё за края. И, собственно, подбираем теперь цвет вот этот телесный, который у нас есть. Но делаем его чуть-чуть потемнее. И, собственно, этим цветом мы будем создавать объём всего лица. Поэтому мы сделаем чуть-чуть подальше. Удалим и выберем кисточку, которая у нас аэрограф. И это будет у нас мягкая, medium brush, мягкая кисть. И подбираем размер такой, чтобы он был достаточно крупный. Чтобы можно было проходить по всем участкам и делать мягкие переходы. Первое, что мы сделаем, это затонируем нижнюю часть. Чуть-чуть как бы уводим её туда, вот в темноту. Потому что здесь она не освещена. А освещена она сверху. И поэтому по бокам тоже здесь будет слегка вот такое вот затемнение происходить. И по вискам тоже. То есть это всё уходит чуть-чуть на нет. Плюс, кроме всего, к этому. Получается затемнение посередине. Вот здесь лоб как-то выпирает. И вот тут получается затемнение. Что мы, собственно, и даём. Здесь вот таким вот мягким проходом. Плюс к этому всему также. Будет затемнение около губ внутри. То есть под губами будет также появляться вот это затемнение. И точно такое же затемнение происходит где-то в середине глаз. И причём, чтобы сейчас нам не мешал эскиз, мы отключим. И здесь вот так вот мягко наведём вот эту темноту вокруг глаз. Она больше становится разблюренной именно к внешней части. То есть вот туда, наверх, она будет больше разблюренной. Поэтому размер чуть-чуть увеличиваю. И вот так вот затемняю к внешней части. А снизу она просто помягче и пожёстче. И это, собственно, симметрично с одной и с другой стороны. Вот, собственно, мы сделали такое вот затемнение под глазами с одной и с другой стороны. И теперь осталось около носа тоже включаем обратный эскиз. Вот здесь у нас нос. И чуть-чуть будет затемнение вокруг носа. Собственно, на него будет потом нарисован нос уже телесным цветом. Ну, в общем, следующий этап – это надо прорисовать нос и губы уже поверх. И тогда довести это всё до совершенства. А у глаз ещё больше сделать затемнение, ну, то есть такой косметики как будто бы положить. Поэтому мы берём ещё один слой и создаём сверху, прям, я думаю, что прям поверх. И здесь как раз затемняем вот это всё место, делаем ещё темнее. Можем даже варьировать цвет. Ну, например, я могу сделать там похолоднее, пожелтее или там какой-то другой оттенок. Это уже не принципиально. И вот в этих местах просто затонируем. То есть, опять же, можно отключить эскиз, чтобы контролировать размер и делать это всё элегантно. Вот так у меня ляжет мейк, как это принято говорить. Вот так вот на вылет это всё будет у меня. И я могу сейчас всё это дело подточить до совершенства. И подрезать вот эти вот места, где вот у меня вылезает что-то. Здесь вот, например, не должно быть видно. Я это тоже сразу же подрежу, потому что здесь у нас уже закончилась голова. Ну, соответственно, у белков уберу. Вот здесь чуть-чуть вылезает по нижнему веку. Здесь тоже чуть-чуть приберу. И, в общем, вот такой вот мейк у нас и остаётся. И как раз теперь мы можем расположить зрачки и радужки, что мы сейчас и сделаем. То есть, вот над этим слоем с глазами, с белками, делаем новый слой. И, используя какой-то коричневый оттенок, я выбираю кисточку Hard Brush, то есть, жёсткую кисть. Ту же самую в аэрографе. И, собственно, при помощи размера варьирую размер кисти и изображаю одну и вторую радужку. В общем, таким вот кругляшками большими. Пусть они даже будут у меня побольше, потому что всё-таки кукляж. И вот так вот будет выразительно. Ну, и стираю лишнее. То, что не может быть видно. То, что прикрыто верхним веком с одной стороны и с другой стороны. Ну, а поверх, прямо по этому же слою, чуть-чуть увеличаю размер кисточки. И делаю зрачки. Они у меня будут чёрными абсолютно. И такими вот в полглаза. Вот они чуть-чуть там угадываются. И отлично. Опять же, корректирую там, где это не должно быть видно. Всё. В общем, у меня зрачки уже появились. И потом мы это всё бликами сразу всё вместе и зажжём. Но нам надо сейчас накидать нос губы. И потом очки будем делать. Соответственно, для того, чтобы сделать нос, нам нужно встать на какой-то слой сверху лицевой части и использовать, опять же, вот эту кисточку с жёсткими краями для того, чтобы как раз нарисовать основную часть. И мы будем использовать телесный цвет, но только чуть-чуть покраснее и немножко потемнее. То есть, вот такой какой-то цвет это будет. И прям поверх здесь вот прям нарисуем, собственно, всю эту часть носовую. И можем уже отключить эскиз для того, чтобы видеть, как у нас всё здесь получается. То есть, вот передняя часть носа – это вот эта часть. И крыло. Собственно, два таких кругляшка. Это всё закругляется и плавно уходит вверх. То есть, прямо вот так вот размывается вверх. И в принципе, для нашего кукляша этого вполне достаточно. Останется только сделать небольшое затемнение снизу в виде ноздрей. И получится достаточно выразительно. Кроме того, мы можем сделать объём этого носа. То есть, для этого нам нужно добавить чуть-чуть здесь затемнение на отдельном слое сверху. И мы чуть-чуть покраснее и потемнее. Вот здесь затонируем вот эту часть. Сделаем такую вот, ну, как бы такую площадочку. Такую более тёмную. И для комфортного рисунка можно уже не хардбраш использовать, а вот, например, медиум браш. Просто она помягче тут размывается. И размером кисточки тоже не очень большим. Мы вот эту вот площадочку так вот рисуем. И, собственно, потом её ластиком точно так же можем подкорректировать с одной и с другой стороны. Ластика, кстати, тоже может быть размытие. Ну, в общем, проще стирать лишнее, а потом кисточкой дорисовывать. Вот я немножко подтонировал вот эту переднюю часть. Чуть-чуть срезаю, чтобы она была поменьше. Ну, чтобы поэлегантнее был носик. И, собственно, вот теперь здесь уже можно добавить ноздрю. И этого вполне достаточно для того, чтобы привлекать внимание к всему изображению. Создаю ещё один слой. И здесь потемнее делаю такой тёмно-коричневый. Даже, может быть, ещё посильнее. Делаю как раз вот такие вот дырочки, которые будут в виде таких вот небольших капелек. И сначала я это делаю очень контрастно. Такое сильное. Ну, прям очень такое тёмное. И сейчас я это делаю, во-первых, прикрою. И ещё туда красноты немножко задам. Привнесу красноты внутри. Так, чтобы как будто бы солнышко туда просвечивает насквозь. И получается такая вот краснота телесная. И теперь ластиком чуть-чуть это всё на нету виду. И заодно это всё станет бледнее. То есть, постепенно как бы приведу это к общему настрою носа. Чтобы только угадывалась вот эта вот ноздря. Она только вот угадывалась. Это всё очень так должно быть деликатно. Этого вполне достаточно будет для того, чтобы сделать общий рисунок с изображением носа, где будет ещё блики. Этого вполне достаточно. Ну, возможно, здесь ещё чуть-чуть можно подтонировать. Поэтому на том месте, где мы сделали вот это красное затемнение, то есть, вот это вот, мы можем здесь чуть-чуть ещё, чуть-чуть подтонировать также этим же оттенком. Может быть, чуть-чуть потемнее. Вот нижнюю часть слегка вот так вот подбавить. То есть, может быть, усилить. И даже, может быть, покраснее чуть-чуть. На самом деле, это всё уже такой файтюнинг. Может быть, даже сильно очень, чуть-чуть посветлее. Вот таким вот образом. Всё. Короче говоря, нижняя часть носа готова. Останется здесь довести верхнюю часть, где мы поставим блик. И этого будет вполне достаточно. Теперь переходим к губам. Отдельный слой над лицевой частью. То есть, над этой, на всей. Делаем новый слой. И теперь мы решаем. У нас будут губы красные, я думаю, как на референсе. Это всё у нас такое достаточно яркое. И используем, я думаю, что даже такой холодный цвет красный. И не самый светлый. То есть, потемнее. И кисточку выбираем та, которая пожёстче. То есть, hard brush. То есть, жёсткая кисть. И размер, опять же. Включаем обратно наш эскиз. Чтобы понимать, где у нас губы располагаются. И рисую верхнюю часть губы. Именно по верхней части. То есть, стараюсь нарисовать именно только верхнюю часть. А нижнюю потом я буду подрезать. То есть, мне нужно пролепить верхнюю часть. И вот так она у меня уходит в край. А теперь я могу, во-первых, излишки стереть. Ну, то есть, это у меня будет так вот плавно уходить в уголки. Здесь мягко так вот растворяться. И теперь на отдельном слое сверху я буду прорисовывать нижнюю губу. Которая будет у меня светлее. И она будет у меня находиться поверх вот этого всего. Вот этого объёма. И я должен, опять же, по размеру верхней части губы стараться сделать. А нижнюю потом подправить ластиком. И вот у меня получается нижняя губа. И под этой нижней губой будет потом здесь тенюшка. И теперь уже можем представить себе, где здесь будут зубы. И как раз нарисовать на слое под этой нижней губой. Создать отдельный слой. И тут, я думаю, что уже почти белым. Но не всегда открытый белый. Чтобы можно было блики сделать. Можно нарисовать вот эти два зуба. То есть, здесь вот две такие вот объёма. Два таких объёма. Которые мы подгоняем под размер верхней губы. Чуть-чуть подрезаем по бокам. Чтобы это всё уходило у нас плавно на нет. И, собственно, здесь вот появляются у нас зубки. И они как бы уходят в затемнение. Которые мы можем уже здесь вот вместе с зубами и задать. То есть, это уголки, которые в тенюшку уходят именно по зубам. Вот здесь вот мы в этой части. Задаем сразу же и зубы, и вот это вот затемнение. Ну и по верхнему краю немножко ластиком подправляем по форме верхней губы. Всё, вот так вот у нас получились зубки, которые видны под губами. Причём видно, что чуть-чуть даже может быть побольше в правую по кадру часть зубов видно. Вот здесь вот так вот как-то это будет видно. Зубки. Всё. В общем, теперь нам нужно доработать всё остальное уже чётче по краю. То есть, нижняя губа с верхней стороны будет доработана. То есть, вот здесь какие-то детали просто можно уже по линии добавить. То есть, здесь вот такой вот мягкий переход. И точно так же доработать нижнюю губу. А, ну вот у верхней губы здесь тоже лишнее. Тоже можно убрать, сделать это помягче. Ну и у нижней губы тоже убрать вот эти вот все артефакты, которые у нас тут неточные. Всё, в общем, абрис у нас готов. И мы должны сделать это всё объёмным. То есть, верхнюю губу мы должны затонировать в некоторых местах. Для этого я отключу свой эскиз. И встаю на губу, которую точно так же блокирую по альфе. Выбираю кисточку. Ну, в данном случае помягче. И затонирую чуть-чуть более тёмным красным по бокам. То есть, то, что у меня к уголкам. Оно у меня немножко затонируется. Чуть-чуть потемнее сделаю. Ну и причём подбираю этот оттенок так, чтобы он просто был не совсем чёрный. А вот посерединке вот здесь я сделаю как раз наоборот посветлее. И вот так вот среднюю часть слегка растонирую. И тогда будут такие немножко вывернутые, такие немножко филиппинские губы. Но если мы хотим сделать пожёстче, то тогда мы не так откровенно и только в одной части. То есть, вот посерединке, то есть, чуть-чуть. То есть, чтобы она немножко подтонировалась и не сильно. Тогда это будет не такие сильно вывернутые губы. И помягче вот в этой серединке. А вот нижнюю губу, которую мы точно так же по альфе заблокируем. И можем посветлее сделать как раз вот здесь вот высветление по верхней части, потому что сюда свет попадает. Ну и из-за того, что здесь получается перелом, мы вот здесь вот можем затонировать и слегка добавить такого вот рефлекса. И у нас будет объёмная нижняя губа. И опять же, она у нас залезает чуть-чуть наверх. Поэтому мы её в этом случае чуть-чуть её прикроем, чтобы как будто бы здесь уже верхняя губа, она немножко так прикрывает нижнюю. Итак, значит, у нас получается верхняя часть и нижняя часть у нас финализированы. Внутри объём задан. Остались только блики, которые, собственно, и решают. Они делают объёмным наш весь вот этот верхний и нижний объём. Они делают выпуклым. Ну, теперь нам нужно задать основные элементы. Это, собственно, брови и очки. Ну, собственно, включаем опять же наш эскиз. Абрис брови у нас уже задан. Встаём над лицевой частью. И, собственно, вот здесь создаём новый слой. И кисточкой, опять же, здесь можно взять в данном случае каллиграфическое перо и нарисовать вот такую тонкую графичную бровь. Ну, давайте так и сделаем. В конце концов, это просто всё же очень по-кукляшистому. И она у нас будет такая тёмно-коричневая. Практически чёрная. И на этом слое мы вот здесь вот создадим парочку таких волосков. И дальше уходящие на нет практически такая вот тонкая, тонко нарисованная бровка. С очень такой ярко, неярко выраженной фактуркой по бокам. То есть, это практически вот такая вот почти нарисованная бровка. Ну, и файтюним это всё дело. Доводим до совершенства. Ну, и заодно ещё и просто делаем такую лёгкую правду жизни. То есть, такую живость. Чтобы не очень всё было одинаково. Ну, вот такая получается с одной стороны. Ну, практически нарисованная бровь. И то же самое сделаем и с другой стороны. Здесь вот у нас она вот так вот начинается достаточно с такого интенсивного объёма. И поворачивается дальше, в общем-то, по росту волосков. Мы её вот так вот зафайтюним. И, в общем, мне кажется, что так же можно ластиком чуть-чуть придать правду жизни. И немножко доточить её со всех сторон. Чтобы она была помягче. Тут даже немножко на нет так вот увести. Чтобы она поворачивалась. Так, вот это будет выглядеть графично и кукляшето. Ну, теперь, собственно, можем уже переходить к очкам. И дополнять всё это уже мелкими деталями. И раскрашивать. Но прежде, для того, чтобы понимать, насколько интенсивные будут нас очки, нужно сделать щёчки. И набрать вот этого объёма именно на лицевой части. Для этого мы встаём на лицевую часть, на слой с лицом. Берём карандашик, кисточку, опять же, аэрограф, medium brush. Или даже можно soft brush. И, собственно, берём какой-то красноватый такой оттенок. Чтобы здесь вот задать как раз такой вот румяна по щекам и скулам. Но для этого мы можем, я думаю, сделать отдельный слой, чтобы потом интенсивности варьировать. И чуть-чуть размер кисточки побольше. И мягко, вот таким вот парочку, такими проходами мы задаём вот эти румяна. В конце концов, мы можем всегда это дело всё подточить и сделать поплавнее, если нужно, с любой стороны. Плюс мы можем всегда полупрозрачность этому слою сделать, чтобы варьировать. Ну и также варьировать, если сделать насыщенность и цветность, то мы всегда можем подобрать оттенок и сделать посветлее, поярче, в общем, как бы уже отредактировав этот слой. Ну, собственно, с этой стороны, может быть, чуть-чуть высветляем, чтобы она вот так вот закруглялась. И, в общем, вот эта вот выразительность на щеках у нас уже есть. Которую, кстати, можно, мне кажется, добавлять и со стороны носа. Вот здесь вот посерединке тоже. Если, например, у нас были бы конопушки. Но у нашей героини конопушек нету, поэтому мы смело можем переходить к изображению очков. Это уже поверх глаз, то есть практически вот самые у нас чёрные, вот это с верхним веком. Сверху делаем отдельный слой. И, в общем, здесь берём жёсткую кисточку, то есть hard brush, и рисуем, собственно, вот эти места. И думаю, что красным цветом, просто, опять же, каким-то слегка приглушённым, тёмным. И начинаем рисовать таким вот образом, что рисуем одну часть, фиксируем, если нам нужно, например, сделать такие вот жёсткие верхние края, то мы фиксируем их и доводим так вот геометрически. Но я думаю, что нам нужно всё-таки сделать, чтобы они были чуть-чуть помягче. И поэтому вот проводим с одной стороны вот эту часть, и точно так же переносится, добиваемся такого мягкого перехода. И вот здесь не с первого раза, но вот так вот простраиваем в правую часть. И, собственно, она у нас должна быть чуть-чуть потолще, чем нижняя обводочка. И вот так вот мы её сейчас и нарисуем, а потом её подправим. Теперь с этой стороны мы точно так же должны сделать... Ну, я попробую вот так вот сделать такой вот объём, зафиксировать, и немножко геометрически его подправить. Ну, и теперь, собственно, здесь уже можно вручную всё это доработать. И вот этот объём у нас тут таким вот и останется. По идее, можно это, конечно, склонировать и нарисовать с этой стороны, но это неинтересно, поэтому я попытаюсь это сделать вручную. И опять же, если зафиксировать, то можно всегда немножко так вот подправлять размер, и потом уже вручную дорисовывать со всех мест. Но мне кажется, что вполне вот так окей. Теперь останется доработать вот эти вот места, которые должны быть чуть-чуть потолще. И я думаю, что как бы на вылет они уходят и становятся такими толстенькими по углам. То есть, вот, собственно, в этих местах получается вот такой вот наплыв с одной стороны, и точно такой же наплыв с другой стороны, чтобы была симметрия. То есть, чтобы они были толстенькие в этих местах. Ну и, собственно, одинаково с одной и с другой стороны. На одинаковое количество оно будет вылезать. И теперь с этой стороны, с правой, я подрезаю также и с левой, чтобы это было одинаково, на одинаковое расстояние. Ну, примерно похоже. Ну, а вот эти дужки, они будут у меня на отдельном слое снизу. То есть, мне нужно будет создать слой снизу, для того, чтобы просто потом, вот здесь вот в стекле, это немножко по-другому будет выглядеть, чуть посветлее. Ну и нарисую, соответственно, дужку вот здесь вот одну, которая уходит у меня туда назад. И, собственно, другую вот здесь тоже, которая уходит назад и прячется за ухом. Собственно, вот таким вот образом, одновременно подправляя со всех сторон. И подрезая вот здесь вот за ухом. Причём, видно, что у меня это, в общем-то, ложится под волосы, поэтому перемещаю всё это повыше. То есть, все эти оба слоя, собственно, поверх волос. Вот сюда. И нижнюю часть с дужками тоже повыше. И вот, собственно, они теперь у меня будут перекрывать волосы. Ну, здесь вот, соответственно, дужку нужно подправить, чтобы она как раз уходила под волосы. Вот таким вот образом. Ну, а здесь уже точно так же всё это прячется за ухом. Ну и всё. В общем, отключаем слой с эскизом, смотрим, всё ли ровно. Ну, более-менее ровно. И останется нам теперь добавить мелкие украшения и снабдить это всё бликами. То есть, по сути дела, нам нужно встать на отдельный слой поверх шеи. Кстати, для того, чтобы шея была не такой плоской, мы её сейчас чуть-чуть задекорируем. То есть, мы заблокируем альфу. Теперь отключим наш эскиз. И на шее мы, используя мягкую кисточку, Medium Brush, сделаем замес цвета чуть-чуть потемнее. И, например, по бокам, ну, то, что у нас к волосам ближе, чуть-чуть сделаем потемнее, вот здесь в этом месте. И плюс ещё под лицевой частью здесь тоже может быть такой вот падающий тень, которая может быть в этом месте чуть-чуть покраснее. И я вот здесь как раз вот такой вот могу задать падающую тень чуть-чуть покраснее. Ну, там всякие рефлексы. И этого вполне достаточно. Ну, плюс ещё немножко снизу тут вот падающие тени от платьицы, собственно, на воротнике. И постараюсь это сделать так мягко, таким лёгким проходом и не очень темно. То есть, вот немножко, чтобы тут было. Точно то же самое, более красное на плечах, может быть. И, соответственно, стану на плечи, как бы это ни звучало смешно, сблокирую альфу и немножко подтонирую верхнюю часть, чуть-чуть посветлее сделаю по плечам. Вот так. Ну и всё, этого вполне достаточно. Ухо, чтобы оно у нас было всё-таки таким выразительным, мы, опять же, у нас оно находится на лицевой части, мы сделаем порозовее. И, собственно, чуть-чуть посветлее вот в верхней части. Ну, а мочка, она у нас в любом случае должна быть такого же телесного цвета, но чуть-чуть покраснее. И вот здесь мы её высветлим и сделаем вот прямо по верхнему краю всей части уха. И, в общем, останется только доработать пару элементов, ну, например, какие-то затемнения под верхним завитком вот здесь. Это я могу сделать на отдельном слое, прямо поверх. То есть, вот здесь пропущу вот такой вот маленький, такой даже, может, покраснее пятнышко, которое будет обозначать падающую тень от завитка. И за козелком тоже будет здесь такое пятнышко, которое я мягко здесь изображу. В принципе, это такие вот детальки, которые будут чуть-чуть видны, но они не такие прям абсолютно проработанные и не очень контрастные, чтобы не лезть на передний план и нас не отвлекать. То есть, вот у нас козелок, немножко вот этого завитка, который, ну, так вот обозначен, здесь уходят всякие вот эти элементики, они очень такие мягкие должны быть. Ну, и теперь их чуть-чуть оккультурим, прикроем сверху немножко покраснее внутри, зададим вот в этих местах внутри около козелка, вот здесь чуть-чуть будет в дырочке, чуть-чуть в завитке. Вот такие вот, они немножко розовые должны быть. И если, например, это сильно лезет, то мы просто берём и телесным цветом, вот этим нашим основным, просто поверх это всё можем вот так вот прикрыть и у нас будет ухо, ну, так угадываться, но не сильно, как бы, на себя отвлекать внимание. Но сверху будут у нас украшения, которые откровенно будут сверху на отдельном слое, и они будут очень такими простыми геометрическими формами. Для этого hard brush, то есть, жёсткая кисть, и сначала сереньким мы сделаем такие вот кругляши, то есть, вот эта клипсочка, она у нас будет здесь вот таким вот сереньким. Ну, и, собственно, подбираю размер, ну, это совсем большой, вот примерно вот такой будет размер моей клипсочки. Ну, не моей, конечно же, а её. Ну, и точно так же на шее. В общем, у нас это всё поверх должно быть. Ну, я думаю, что все украшения на одном слое сделаю. Вот здесь будут вот эти вот кругляшки, которые, собственно, вот они у нас уходят на задний план, и теперь лишнее нужно подрезать. То есть, вот то, что у нас закругляется за шеей, я вот это всё дело подрежу. Вот с этой, со стороны, в общем-то, края. Ну, и примерно так вот, как говорится, и так пойдёт, сойдёт. Начинаем наполнять их объём. Значит, нам нужно просто взять и заблокировать все украшения по альфе, чтобы было комфортно всё рисовать, чтобы оно за края не вылезало. Делаем сначала рефлекс, ну, какой-нибудь оранжевый такой рефлексик, и кисточку берём помягче, то есть, medium brush. И, собственно, вот в этих местах делаем такие вот небольшие пятнышки ставим. Это будут у нас рефлексами. То есть, это будут с нижней стороны вот такие вот пятнышки. А с верхней стороны у нас будут светленькие, чуть-чуть поменьше. И вот такие вот поставим пятнышки, которые будут у нас отвечать за, ну, такую перламутровость и с верхней стороны. Ну, и сразу же здесь можно поставить блики. Но прежде чем мы поставим блики, мы поставим сильные рефлексы снизу. То есть, вот здесь вот прям практически белым, но только вот немножко тонированным в оранжевый. Вот здесь вот такие вот будут у нас рефлексики по нижней части. Прям вот небольшие, которые как будто бы рефлексируют от тела. То есть, вот здесь вот такие вот раз, раз и всё. Вот здесь это будет как бы засвечиваться снизу. А потом уже блики. Ну, и то же самое здесь надо сделать, чтобы это засвечивалось от тела где-то вот в этом месте. Ну, и, собственно, чуть-чуть поактивнее такой вот просто рефлекс от всего вот этого безобразия. Ну, и светленькая засветочка, на которой будет блик сверху. Такая перламутровость. Ну, собственно, под этим украшением может быть тенюшка. Поэтому мы под этим слоем делаем ещё один и немножко задаём здесь вот таких вот затемнений, которые могут появиться от украшений мягкой кисточкой. Просто здесь вот чуть-чуть такие вот просто плавные такие вот тенюшки появляются здесь и около уха. Немножко. Вот так, чтобы это было просто пообъёмнее. Ну, собственно, теперь уже можно задать блики на волосах. на глазах и вообще везде. И давайте сверху вниз, например, на волосах. Блокируем альфу на, собственно, на чёлке. То есть это у нас передняя часть. Блокируем альфу. И делаем кисточкой, которая у нас находится в... Она называется fine hair. Это волосы, собственно, волоски. Они состоят из тонких полосок. И, в общем, это мейкап, который мы делаем тёмно-серым, ну, то есть не светлым. И подбираем размер кисточки. И просто здесь вот так вот затонируем парочку, сделаем движение на выступающей части с одной стороны и вот с другой стороны. Вот здесь вот у нас будут хайлайтиться вот эти вот прядки. Ну, и, собственно, немножко там по краю. И плюс ко всему к этому здесь же мы сделаем чуть-чуть цветными. Тут чуть-чуть коричневым, например, вот здесь. Либо чуть-чуть синеньким, например, с краю. Чуть-чуть хочу сделать. Чтобы это было по-разному. Светилось вот этими маленькими разными такими оттенками. Это будет всегда выразительно. И плюс ещё чёрным поверх я это дело доведу до совершенства. Это важно. То есть не только светлым, но ещё и тёмным. Прямо поверх я дорабатываю. И у меня получаются такие вот уже ярко выраженные волосы именно в объёме. И то же самое проделаю на основном объёме с волосами, которые у меня на заднем плане. Точно так же заблокирую альфу. И точно так же пройдусь где-то посветлее, потемнее, поцветнее. Вот здесь будет какой-то синюшный оттенок у меня там сбоку. Где-то даже зеленца какая-то. Ну, не знаю. Это прям уже такой чисто декоративный подход. Чтобы просто были всякие вкрапления. Ну и какие-то коричневые тоже здесь вот на переднем плане. Но только не самым светлым, а такими вот разными тёмными тонами. Ну и, собственно, чёрным чуть-чуть всё это дело приглушаю и задаю объёмность. Ну и для того, чтобы всё это было уже в едином стиле, нужно и в этой части точно так же всё это доработать. И, соответственно, здесь тоже придать вот этого объёма при помощи тоже разных оттенков. Где-то посветлее, где-то потемнее. Ну, вот я думаю, что здесь должно быть такое более холодное с этой стороны. Где-то в темноте. Ну, то есть не очень светлое. Пусть будет здесь вот в тени похолоднее. Ну и тёмными, в общем-то, проходами это всё мы долепляем. Осталось только сделать здесь завитки и парочку волосков по кругу. Ну, а, собственно, теперь мы должны навести такой же объём на очках. Для этого мы встаём на очки. Собственно, у нас очки точно так же будут блокироваться по альфе. И мы берём кисточку нашу, аэрограф, с мягкой настройкой. Ну и немножко возьму посветлее какой-то оттенок. И чуть-чуть протонирую в каких-то местах так, чтобы это как бы задать ощущение пластмассы. Вот, например, я где-то здесь подтонирую в некоторых местах. И у меня получается такой пластик. Он как бы просвечивается насквозь и так вот затонируется. А с верхней стороны у нас тут будут блики. Сильные такие блики поверх. Вот здесь, например, это как-то уходит, тоже высвечивается. Только это находится у меня на дужках. Поэтому дужку тоже по альфе блокирую. И здесь вот высвечиваю к уху, чтобы там был рефлекс. Ну и та дужка, которая на заднем плане, тоже пусть она у меня будет высвеченная. Там свет попадает. Ну и всё окей. Значит, они у нас уже какой-то объём приобретают. Ну и теперь нужно с глазами, в общем-то, разобраться. Понятно, что уже у нас тут так всё интенсивно. Поэтому очень сильные должны быть блики на глазах. Мы встаём на слой с радужками. Делаем новый слой сверху. Берём какой-то оранжевый. Ну, например, такой вот откровенно оранжевый. И кисточку пожёстче, чтобы у нас получался вот такой вот проход снизу вверх, широкой кисточкой, который будет залезать прямо на радужку и на зрачок. Ну и просто будем варьировать интенсивность вот этого прохода. В несколько, может быть, приёмов, чтобы просто сделать вот этот вот лучезарный такой проход наверх. Ну, можно попробовать чуть-чуть помягче кисточку, чтобы был ещё мягче проход. И вот, собственно, вот таким образом я добиваюсь сильного рефлекса вверх. Ну, мне нужно сделать чуть-чуть посветлее и, собственно, чуть-чуть поярче. То есть, вот пожелтее, поярче и посветлее. И вот, собственно, это будет сильнее очень. Чуть-чуть меньше нажимая, я вот задаю вот такой рефлекс, который, в принципе, можно и, в общем-то, почему бы и нет, ему можно всегда копировать. То есть, мы сделаем копипаст и передвинем его на тот глаз. И как бы это будет у нас прям совершенно одинаковые такие вот засветочки. Ну и теперь просто уберём лишнее, то, что у нас снизу, чтобы сильно это всё не лезло. Но всё равно, чтобы это налезало даже на белки. Чтобы здесь было всё так достаточно чётко по вот этому рефлексу освещения снизу, с нижней части. Ну вот, примерно так. Чуть-чуть прикрываем снизу, чтобы это не залезало на ресницы. Ну и, собственно, вот эти два слоя уже можно склеить. И теперь нужно озадачиться засветочкой именно самих белков. Для этого мы белки блокируем альфу и делаем высветление уже абсолютно белым. И, соответственно, кисточка у нас уже стоит мягкая. Мы здесь вот чуть-чуть в середине чуть-чуть высвечиваем. И у нас становятся объёмными эти белки. Они как бы серенькие по краям получаются. Ну, собственно, это то, что нам и нужно. Ну и теперь надо поставить блики. Я думаю, что здесь надо поставить блики как от окошка. То есть, такие квадратные. Для этого мы делаем отдельный слой. И, собственно, поверх вот этих всех наших радужек и зрачков делаем отдельный слой. Выбираем какой-то пожёстче инструмент, ну, типа каллиграфического пера. И при помощи белого цвета абсолютного мы рисуем... Рисуем, ну, допустим, свет будет у нас падать справа сверху. Мы рисуем такой вот квадратик, собственно, который у нас будет изображать отражение от окна. И вот в этом квадратике мы как бы увеличим это всё дело, чтобы это сделать тонко, потому что это будет привлекать внимание зрителя. И мы здесь должны аккуратненько всё это сделать. Внутри точно так же тонко мы сделаем, например, ощущение того, что там какая-то есть рама и, собственно, вот такое изображение. И плюс ещё к этому всему мы сделаем небольшое такое размытие. Опять же, у нас в softbrush чуть-чуть размер корректируем. Размытие, например, ну, по верхней части. Например, где-то вот здесь. Где-то вот таким вот образом будет верхний край чуть-чуть размываться. Вот тип такого. Ну, и, собственно, это не мешает ещё подсветить с этой стороны. Но пока всё мы сделаем симметрично и с другой стороны. Поэтому что нам нужно сделать? Это, опять же, скопировать. Отдельно перенести на тот глаз по кадру левой и симметричности добавить. Собственно, смотрим, как это получается. Ну, в общем, такие вот отражения вполне похожие на отражения от окна. И немножко... Сейчас мы склеим эти все два блика. Немножко подвигаем по кадру, чтобы сделать это элегантным. Вот чуть-чуть правее. И вот, соответственно, блик, который падает сверху. Причём, мне кажется, что даже можно уменьшить их немножко. Чуть-чуть, чтобы вот эти отражения были чуть-чуть помельче. То есть, вот таким вот как бы методом мы подвигаем. И заодно сейчас вот это подвинем левее. Вот так вот поставим. Здесь всё на одном уровне должно быть. Ну, вот так вот будет поэлегантнее. Ну, и всё. Соответственно, с обратной стороны, прямо на этом же слое, мы поставим ещё один такой вот... Такую засветочку дадим. Небольшую. По радужке прямо поверх. И справа тоже так симметрично, чтобы это было... Чтобы у нас такая засветка была насквозь. Ну, и, в общем, я думаю, что теперь мы можем поставить такой же, в общем-то, такой же блик и на носу. Я буду использовать hardbrush практически белым цветом. Ставлю на носу здесь вот такое вот пятнышко, которого вполне достаточно, чтобы изобразить хайлайт на передней части носа. Ну, и ещё на переносице может здесь вот чуть-чуть вот так вот бликануть. По краю переносице. И точно так же по верхней части губы. Здесь вот тоже может быть вот такой вот засветочка. Но сделаю я её не белым, а сделаю чуть-чуть пожелтее, чтобы просто это было поэлегантнее. Ну, и также это всё нужно уводить на нет, чтобы это мягко всё было не таким резким. А вот в этой части, ну, только как бы вот у губы захайлайтилась вот эта вот кромка. И теперь можно поставить не белым, а таким светло-светло-красным, то есть розовым. Вот здесь вот блики, которые будут на накрашенных губах выглядеть как такие вот точки. Собственно, это как бы блики на фактурке губы. Ну, и, собственно, вот эта вот часть у нас засветится. То есть она у нас будет объёмной. В любом случае, размер их мы корректируем по ходу движения. И можно делать их побольше. Тогда будут более фактурные губки. Ну, я сделал такие вот тоненькие. Вот они вот плавно расходятся вправо и влево. И получается как будто проработанная нижняя губа. Тоже вполне этого достаточно. Ну, и теперь на, собственно, на очках. Здесь вот, скорее всего, будут такие вот хайлайты. Для этого нам нужно залезть на очки. У нас там заблокирован альфа. И мы можем не отключать это. И сверху задать вот этот вот блик по вот этой части. Собственно, он у нас самый такой интенсивный будет с краю. Вот здесь. И сразу будет получаться такое вот лёгкое ощущение пластика. Именно по всем местам, где есть выступы. И вот, собственно, с одной и с другой стороны. Здесь тоже вот будет такой вот засветочка такая получится. Ну, в общем, вполне достаточно для того, чтобы сделать очки пластиковыми. Здесь немножко повыше сделаю. Немножко подниму вверх. И чуть-чуть по краю, по верхнему это всё пропущу. Ну, вот можно даже ещё чуть-чуть поэлегантнее. С этой стороны. То есть, так, чтобы это просто мягко уходило. И засвечивается у самого края сильнее. Вот так вот получается у нас блик слева и справа. Ну, то же самое появляется и вот здесь. На выступающей части можно также захайлайтить. Собственно, в каких-то местах снизу, например, вот здесь может появиться. Главное, чтобы не переусердствовать. И чтобы это не сильно влезло в глаза. Ну, таким намёком там есть и хорошо. Ну, в общем, наверное, у очков у нас форма нормальная. Надо поставить, в общем, такие вот важные вещи, как тенюшки, падающие от волос. То есть, соответственно, под волосами этот слой у нас, вот он находится. Под ним делаю ещё один слой. Беру мягкую кисточку. И, собственно, каким-то... Беру телесный цвет. Немножко его затемняю. И прохожу вот здесь вот по этому краю так, чтобы чуть-чуть затонировать под чёлкой. И, собственно, это будет уже такой реализм. Это будет как падающая тень от этого объёма, которая будет симпатично выглядеть. В целом, весь этот объём уже будет натурально смотреться. Вот около уха здесь это, наоборот, надо убрать. Потому что здесь всё достаточно активно, на свету. Здесь никакой тени нет. А это всё уходит постепенно, мягко туда, вот на висок. Ну, собственно, вот так вот дотачиваю все вот эти места. Довожу до совершенства. Варьируя размер кисточки. И, в общем, прокладывая все вот эти вот участки не с первого раза. То есть, прохожу несколько приёмов. То есть, ещё, 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 как бы наполняя. Ну, так же, собственно, и маркером мы бы действовали. Не сразу же бы в полную силу, а вот в несколько приёмов. И тогда будет натурально. Ну, собственно, вот эта падающая тенюшка у нас появилась. Точно так же может появиться где-то и здесь на шее. Ну, мне кажется, здесь уже вполне достаточно. Ну, остались декоры на, собственно, на этой ленточке. Для этого нам нужно встать на ленточку и заблокировать альфу. И выбрать какую-то фактурную кисть. Ну, я, например, хочу выбрать, ну, например, где у нас тут есть с таким вот декорированием. Декорирование, декорирование. Винтаж, текстуры, наверное. Да, вот текстуры. Тут есть такой вот хороший вариант текстурки. Теперь мне нужно просто подобрать цвет. А я думаю, что на красном это, скорее всего, будет всё-таки что-то такое белое. И, в общем, попробую прокрасить... Размер подберу. Ну, прокрасить уже вот этим моим паттерном так, чтобы там как-то появлялась вот эта вот текстурка. И, собственно, вот она уходила бы на нет. Вот так это будет выглядеть. Непринуждённо и легко одним движением. Ну, и то же самое я сделаю на самом бантике. Также заблокирую альфу. И пока что просто прокрою один такой проход, который будет, ну, как бы появляться, где-то так вот и исчезать. Просто такой вот намёк на вот этот паттерн. И теперь мне нужно сделать объём у самого бантика. И, в общем-то, поверх сделаю слой. И прокрашу тёмно-коричневым. Тёмно-красным. В общем-то, я сделаю это при помощи, опять же, ну, я думаю, что мягкой софт-кисточки. Размер. И вот здесь подберу оттенок. Здесь добавлю вот таких объёмов, чтобы было понятно, что есть какие-то выступающие элементики. Вот, по крайней мере, вот в этих местах, как-то вот поверх вот этого всего дела, у меня будет такое затемнение. Ну, и опять же, я могу у этого слоя сделать мультиплай. И он у меня будет прям поверх всё подкрашивать. И поэтому уже можно сейчас это всё дело подкорректировать. Сделать помягче где-то в каких-то местах. И вот бантик мой приобретает уже какую-то форму. Но это ещё не значит, что этого достаточно. Нам нужно ещё и светлые какие-то участки поверх сделать. Поэтому отдельный слой тоже задам. Кстати, вот здесь вот надо вытереть так, чтобы это не залезало за края. Чтобы всё это было по контуру только оставалось. И теперь отдельный слой задам. И, например, кисточкой уже посветлее я задам какие-то высветления на вот этих вот местах, где как бы получаются засветочки. Ну, вот так вот, чтобы оно немножко стало объёмным. И могу этому слою точно так же придать уже не мультиплай, а чтобы это было скрин. То есть, оно засветляло. Или лайтен, или скрин. Ну, скорее всего, скрин, он так вот делает так насыщенно. Ну, в общем, в каких-то местах посильнее, где-то потемнее. И вот это будет ощущение объёма. В принципе, как говорится, и так сойдёт. Вот здесь, чтобы был бантик более-менее читаемый, я как раз вот в этом месте на затемнениях здесь добавлю чуть-чуть побольше. И всё, у меня там будет ощущение бантика. В принципе, нормально. Ну, по сути дела, всё готово. Осталось только парочка завитков тонких, которых мы прям поверх всего этого добавим. Возьму каллиграфическое перо. И при помощи последней кисточки в списке, прям вот чёрным цветом, я возьму и, например, добавлю каких-то завитков. Например, вот здесь у меня будет вот такой вот декоративный завиток. Собственно, дорисованный уже мною. И парочку каких-то волосков, торчащих, если нужно, выбивающихся из прядок. Вот здесь, например, вот сбоку. Здесь, например, сверху таких вот условные такие вот волоски, которые могут где-то даже вот так вот торчать, если мы хотим какую-то лохматость показать. Но в данном случае всё должно быть аккуратненько, поэтому наоборот, с этой стороны всё должно быть так чётенько уходить в эту форму. Ну, вот, в общем, это каллиграфическим пером. Такие вот тонкие вещи делать проще, потому что он автоматически дорисовывает какие-то элементы. Ну, и здесь тоже вот какие-то добавить тоже волосков, которые могут выбиваться из общего объёма. Ну, и здесь вот, может быть, тоже каких-то парочку таких вот характерных элементиков можно дать. Но только так, чтобы это, опять же, смотрелось таким вот аккуратным, а не растрёпанным, то есть, вот как-то вот мелкий совсем, пусть так вот будет. И хорошо. Ну, и, собственно, здесь тоже уже можно задать реснички, как вы любите, наверняка, тоненькие. В общем, это всё такие тоненькие детальки мы добавляем уже в конце. Ну, так же, как и здесь, собственно, там торчащие какие-то тоненькие штучки. И, в принципе, на этом как бы всё у нас сложилось. Получилась такая звенящая мадам с таким вот драматичным окрасом, с сачками и с декором, как мы любим. Можно положить здесь ещё блички кое-какие. Можно, например, сделать немножко блики на лбу, но тогда это будет немножко такая кожа, либо спотевшая, либо засаленная, что, в общем, здесь, наверное, не подходит по этому стилю. Ну, самое последнее, то, что самые яркие белые блики на жемчуге на нашем. Вот как раз мы здесь ставим эти точки. И причём у нас в глазах блики с правой стороны сверху. Значит, и на жемчугах тоже желательно с этого места всё дело и захайлайтить. И, по идее, там тоже такие же должны быть отражения. Но я мелкие детали совсем делаю такими неактивными. И плюс последний блик, который может быть, это вот на зубах вот в этом месте. Потому что зубки у нас ещё такие же, в общем-то, должны быть, как жемчуг с хайлайтом. Ну, собственно, это был последний финальный штрих перед росписью, которую я поставлю где-то, наверное, где-то вот в этом месте. Здесь вот у меня будет моя маленькая подпись, собственно, которая будет как завиток такой дополнительный, всю композицию завершать. Ну, спасибо за участие и творческих вам успехов. А пока... Пока!